в чем дело вот вы в первой части беседы упомянули там допустим балет до русский а если сейчас мы выйдем вот знаю этих ворот и скажем балет помочь что сказать волочкова вот прямая проблема нет это на это наши проблемы это я знаю захарова еще кого-то несколько замечательных артистов но у нас к сожалению есть некая вера что ли вот в этот флер это наша русская черта мифология на самом деле не очень хорошо знаем что происходило в истории но нам сказали что было так вообще-то все поверили а дальше очень сложно что-то изменить и человеку более-менее мыслящим которым я себя хотел бы считать сразу глубоко наплевать на то что общество считает я захожу к себе в комнату там у меня свои книги и я знаю что примерно было на самом деле то что при этом 50 миллионов человек думаю все было по-другому я готов с ними согласиться ребят ну наверно было так давайте думать но я знаю почему это произошло от чего и кто виноват и как это как этого избежать но я совета никому не даю я просто воспринимаю жизнь так как она есть такой вернее как она есть я знаю что может произойти все что угодно я каком-то году в пятом и представить себе не мог что ссср больше не будет да никто не мог прежде 6 ли одного чек но как вот понимаешь понимаешь вот не ты не я не могли это представить прошло каких-то три четыре пять шесть лет и вся конструкция развалилась как карточный домик я прилетал магадан и видел там людей 50 национальностей которые приходили в конце для меня казалось что это ну это хорошо то есть вы автор вы упоминали термин журналюга в первой части вы в том числе еще автор термина совок вы сейчас я конечно я очень любила это я любил это я любил я многое не любил в советском союзе но я бы так создал любил не любил намерился для меня было важно работать для людей понимающих русский язык и русскую музыку русскую культу они находились все тут там не было этих людей они незначительно присутствовали другое дело но могли сложиться обстоятельства что мне не удалось бы здесь заниматься своей работой но они не сложились а у кого-то произошло именно так он должен был уехать но как я говорил очень часто я не уехал потому что для меня уехать означало бы разорвать все связи с моей родиной тогда это было так запятая но я же не знал что через какое-то время будет возвращаться сюда с победным выражением пицца как это делать как и многие да конечно но этого не знал даже если я это и знал но я бы никогда не догадался что это на самом деле произойдет поэтому лучше не рисковать лучше сидеть дома сочинять музыку для своих сограждан мы сидеть дома не будем потому что мы 27 апреля придем сюда в городский холл чтобы послушать я буду очень рад а 3 ноября мы придем в кровь это тяжелая история 3 ноября я очень рассчитываю что до этого момента мы еще с вами пообщайтесь хорошо еврей юрьевич спасибо александр борисович до свидания